По-моему, ураган, как обещали, только усиливается. Ой-ой-ой, просто рвёт и мечет, рвёт и мечет. Страсть какая. Бедные деревья. Совсем их ветер закошмарил. Здравствуйте, уважаемые зрители! Посмотрите, какая у нас сегодня погодка. Просто свето-представление. Вчера по новостям передавали, что на Эстонию идёт шторм. И вот он весь в своей красе, пожалуйста, пришёл. А по прогнозам к вечеру ещё усилится. Ой-ой-ой, что-то или гром гремит. У нас сегодня в районе должна быть ярмарка, а также ежегодный осенний рыбный фестиваль. Ну, это то мероприятие, которое я уже неоднократно вам показывала в прошлогодних роликах. Когда собираются возле озера рыбаки, ловят рыбу, соревнуются. И потом, кто поймал самую большую рыбу, получает приз. Хотела сходить, хотела поснимать для вас, хотела для себя что-то купить на ярмарке. Но вот теперь не знаю, сомневаюсь, есть ли она вообще, эта ярмарка. Там же все палатки может снести такой ураганный ветер. В общем, не знаю. Короче говоря, сейчас посижу, посмотрю, как будут дальше развиваться эти события. Или всё-таки схожу на ярмарку. А если не пойду, тогда займусь кухней. Что-нибудь приготовлю этакое, чтобы хоть чем-то порадовать себя ему уже. Раз уж погода у нас такая нелётная. Итак, друзья, в сегодняшний день я всё-таки решила заняться кухней. Не пошла на ярмарку. Но на самом деле такая погода, что, как говорится, хороший хозяин и собаку не выгонит из дома в такую погоду. Ну и что я буду делать? Вот у меня нашлись две такие небольшого размера тыковки. Как раз такие порционные. И я буду в них запекать гречневую кашу с мясом. Крупу я замочила в воде так, чтобы она раскрылась, набухла. Вот она уже почти впитала всю воду. Ну а в тыкве, конечно же, нужно сделать, вырезать вот такую круглую крышечку. Выбрать семечки, выбрать сердцевину, сделать своего рода горшочек. Вот. Всё это потом заполнить подготовленной кашей с мясом и запекать в духовке. Ну, потом будем смотреть с вами по ходу дела, как это всё будет готовиться. Ну и, разумеется, пробовать в конце мы тоже будем. Ну, вот таким образом я отрезала крышку с этой тыквы, подготовила её уже. Ну, а там внутри надо выбрать семечки. И вот, посмотрите, если стенки у тыквы толстые, то вот это вот тоже можно немножко со стенок срезать. Это потом всё протушится вместе с кашей. Объём горшочка у нас будет побольше. И, соответственно, можно больше и каши положить. Так, ну вот тыкву одну я уже полностью подготовила. Видите, какой хороший у нас чистый горшочек. Вот эта мякоть, которая вместе с кашей будет. И вот эти вот семечки тыквенные, я, конечно же, их выбрасывать не буду. Я их промою, просушу и можно употреблять в пищу. Всем известно, насколько они и вкусные, и полезные, эти тыквенные семечки. Подготавливаю мясо таким образом. Нарезала его на мелкие кусочки и теперь обжариваю вместе с луком и с морковью. Ну, посолила, поперчила, конечно. И, вы знаете, как говорится, хорошая мысля приходит опосля. В общем-то, я пожалела, что добавилась туда морковь, поскольку тыква, она сама по себе сладкая. И, в общем-то, в нашем случае двойная сладость как бы и не нужна. Но что сделаешь? Дело сделано и уже теперь есть как есть. Слегка поджаренное мясо я добавила гречку, тыквенную мякоть. Сейчас я все это хорошо перемешаю и затем под крышкой немного протомлю, прежде чем начинять нашу тыкву. Ну вот, друзья, начинила я наши чудо-горшочки. Посмотрите, какая красотища! А после того, как мы поставим это все в духовку, надеюсь, будет еще и вкуснотища тоже. Ну и вот последний штрих перед духовкой. Я хочу слегка обмазать наши горшочки растительным маслом. Ну, это уже чистой воды эстетика. На вкус это никак не повлияет, поскольку мы же не будем с вами есть гречневую кашу вместе с горшком. Правильно же? Так, ну, в духовку надо поставить... Для начала я поставлю градусов 150, потом можно по ходу дела смотреть, убавлять, прибавлять. Ну, а по времени тоже будем смотреть по готовности, потом скажу. Ну вот, друзья, во что превратились наши тыковки после часа нахождения в духовке. Давайте посмотрим. Сюда можно кусочек масла. Как говорится, кашу маслом не испортишь. Подождем, когда она растает, и можно приступать к трапезе. Ну вот, наши тыковки хоть и не превратились в волшебную карету, но я думаю, что они превратились в блюдо с волшебным вкусом. Для наглядности я выложила кашу в тарелку. Посмотрите, какая каша. Вся распаренная, разваренная, с мясом, с маслом. Очень смачная. Так что, нам, друзья, приятного аппетита. А вы будьте здоровы. До новых встреч в новых видео. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok